Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию наш опыт комбинированных операций. Включайте. Комбинированных операций в хирургии немелкоклеточного рака лёгкого. Подробно на статистике не будем останавливаться. Напомним, что местно распространённый рак лёгкого составляет чуть более трети пациентов, обращающихся в специализированное лечебное учреждение. Собственно, с комбинированной пневмонектомии, с резекцией грудной стенки в исполнении американского доктора Эйварца Грехема началась эра, эпоха хирургического лечения рака лёгкого. Пациент пережил своего доктора и присутствовал на его похоронах. С тех пор хирургический метод до сих пор остаётся единственным радикальным в лечении рака лёгкого. Классификация оперативного вмешательства, разработанная профессором Трахтенбергом, по сей день актуальна. Она удобна в применении, проста. Среди них комбинированное хирургическое вмешательство делится на три варианта. Трахио-бронхопищеводный тип, сосудистопритерный тип, паритально-диафрагмальные резекции. В основном показания к хирургии этого вида, прежде всего, это истинная инвазия опухолей, первичного опухоли метастатических лимфатических узлов в окружающие структуры, экстрапульмональные параконкрозные изменения, не позволяющие резекцировать долю или лёгкое без резекции окружающих структур, и необходимость оптимального отступа от опухоли для обеспечения радикальной резекции. Много вопросов по сей день актуальных стоят перед хирургами и онкологами при лечении местно распространённого рака лёгкого. Свет проливает на прогноз, в частности, проливает свет восьмое последнее издание ТНМ-классификации, которое в этом году уже внедряется у нас официально. На основе изучения 77 тысяч случаев произведена подробнейшая стратификация всех основных критериев, ТНМ-классификации, подробно по подгруппам, и мы можем заметить, что в зависимости, здесь уже имеется закономерность, в зависимости от каждой подгруппы, закономерное ухудшение прогноза. Прошу заметить, что даже третья стадия имеет 13-процентную пятилетнюю выживаемость. Основные особенности, позволяющие открыть путь к пониманию прогноза, это критерий Т, размер сохраняет своё прогностическое значение при всех индексах, критерий Н, более подробная стратификация не просто по уровню, но и по интенсивности поражения лимфоколлекторов, и критерий М отражает также степень генерализации, а не просто факт генерализации. Систематическое медиастинальное лимфодисекция, её необходимость в настоящее время не вызывает никаких сомнений среди таракальных хирургов, поскольку уже доказано, что потенциал метастатического поражения региональных лимфоузлов не только Н1, но и лимфоколлектора Н2 достаточно высокий даже при, казалось бы, начальном раке, размерами менее 2 см. Редиктивными прогностическими факторами у больных сместно распространённой дезиктабельной опухоли являются радикальность резекции, количество анатомических структур, вовлечённых в опухолевый процесс, то есть, собственно, степень распространения, эффективность индукционной терапии, если такова имела место, состояние внутригрудных лимфоузлов, объём операции на лёгочной ткани, лоб против пневмоноктомии и возраст пациента. Дело в том, что все публикации, касающиеся комбинированных обширных операций при раке лёгкого, имеют различные показатели как непосредственные, как летальности, так и пятилетней выживаемости, очень разнящиеся с большим разбросом. Это определяется тем, что инвазия различных экстрапульмональных структур имеет различный прогноз. Врастание в аорту с её резекцией и врастание в перикард имеет различный прогноз. Да, спасибо. И группируя всю эту группу неоднородную, мы получаем вот такие разнящиеся результаты. Результаты. Прогностическая неоднородность экстрапульмонального распространения опухолевого процесса очевидна, и лучшие результаты наблюдаются при врастании опухоли в перикард, лёгочные сосуды, верхнюю полу вену, левое предсердие, трахеобронхиальный угол, лекарину трахеи. Неблагоприятный прогноз при опухоли, инвазии пищевода, особенно инвазии слизистой оболочки позвоночного столба и карциноматоза плевры перикарда, а также при множественных метастазах в лимфатических узлах сведостения с выходом за пределы капсулы. Данный слайд наглядно показывает зависимость выживаемости не от уровня N1, N2, а именно от интенсивности поражения, поражения множественных групп или одиночной группы. N2 обладает худшим прогнозом по сравнению с N1, поскольку подавляющий процент пациентов с N2 имеет множественные метастазы в лимфатических узлах лимфоколлектора N1. Можно привести десятки контраргументов за и против обширной хирургии при местно распространенном раке лёгкого. Один самый весомый контраргумент против этих операций – это скрытая генерализация опухолевого процесса. Мы все предполагаем имеющиеся микрометастазы у большинства этих больных и их реализацию в клинические варианты в ближайшее время. Однако имеется и множество за применение хирургии, например, осложнённое течение заболеваний, не позволяющее провести не то что противоопухолевую специфическую терапию, но и симптоматическую терапию этих больных. Некая экстренность этих хирургических вмешательств также имеется. И невозможность и неэффективность проведения консервативной терапии при большой массивной опухоли. А также только хирургический этап может обеспечить шанс на стойке излечения этих пациентов. Адекватно-предоперационное стадирование с определением, с уточняющей диагностикой стадии болезни, функциональной операбельности является предиктором выбора хирургического контингента. В нашей клинике за 12 лет оперировано из 1800 с лишним пациентов 386 комбинированных хирургических вмешательств, 21% составляет. Здесь я исключил в расстании перикард. Если брать всех больных с инвазией только перикарда, резекции только перикарда, мы их не считали комбинированными вмешательствами, то еще плюс около 100 получается количества этих пациентов. Первая группа – это трахеобронхиальной резекции. Хирургические вмешательства с резекцией бифуркации трахеи заслуженно считаются одними из самых сложных в таракальной онкологии. И количество публикаций насчет опыта таких вмешательств невелико. И нужно заметить, что наибольшим опытом на полях интернета, во всяком случае, обладают до сих пор Владимир Петрович Харченко и Владимир Алексеевич Парханов. Наша публикация с 2017 года. Варианты выполненных реконструкций карины трахеи вне онкологии. Все случаи – это циркулярная резекция бифуркации трахеи, 117. Надо сказать, на сегодняшний день их количество уже 121. 8 вариантов различных реконструкций после как пневмоноктомии справа и слева, так и после изолированных резекций и частичных резекций лоббилобэктомии с двухрукавными реконструкциями карины. Основные технические аспекты каринальных резекций – это применение вагинационного анастомоза отдельными узловыми швами викрилом, обязательно миопластика зоны трахеобронхиального анастомоза, применение высокочастотной ИВЛ и принудительное положение с фиксацией головы пациента к подбородку в послеоперационном периоде. Здесь наглядно показана опухоль небольших размеров. Она считается местно распространенной, однако по размерам небольшая опухоль право-верхнедалевого бронха в силу топографоанатомических особенностей, инвазирующая правый трахеобронхиальный угол без метастаза в лимфатических узлах средостения, не может считаться кандидатом для отказа в хирургическом лечении. И крайне благоприятный прогноз после хирургического этапа лечения этих пациентов. Это этапы верхней лобэктомии с циркулярной резекцией корины, формирование анастомоза. Здесь произведена также краевая резекция легочной артерии с верхней полой веной, формируется двухрукавный O-образный анастомоз. Это эндофото на 25-й сутки в обычном и флюоресцентном режимах. Непосредственные результаты коринальных резекций мы оценивали по двум периодам работы, поскольку первый период считался периодом внедрения этих операций, и после совершенствования техники, идеологии и методологии этих вмешательств резко изменились непосредственные результаты. Как можно заметить на этих слайдах. Прогностические факторы основные – это период работы, возраст, индукционная терапия, объем операции, хуже переносились билобэктомии, левосторонняя пневмонэктомия, и мультиорганной резекции с сочетанием циркулярной резекции протезирования верхней половины. На данном слайде продемонстрировали различные варианты пластики анастомоза. Здесь можно увидеть, как надежно прикрыта зона уже состоявшейся несостоятельности широчайшей мышцы спины. А здесь в силу объективных причин невозможность миопластики была выполнена пластика лоскутом перикарда и на 22-е сутки эрозивное кровотечение из-за микро-несостоятельности с пенетрацией перикарда и эрозией ствола легочной артерии. Медиана выживаемости – 27 месяцев, 5-летняя выживаемость – 30%, вполне приемлемая для диагноза рак легкого. Основные прогностические факторы – это остается стадия болезни и возраст пациентов, а также вид, вариант лечения. Сосудистая предсердная резекция выполнена 207 пациентам, всего резекцировано 262 структуры у этих больных, левое предсердие – 53, легочная артерия – 109, из них циркулярная – 69. У нас опыт протезирования аорты в двух случаях, ну и резекция пластика в верхней полой вены с протезированием в 23 случаях. Прошу заметить, что летальность после этих операций составила всего 7%, меньше, чем после коренальных резекций, в принципе, сопоставимо с летальностью после стандартных хирургических вмешательств. Это типично бронхоангиопластическое вмешательство с циркулярной резекцией легочной артерии, вся экстра-перегордиальная порция артерии резекцирована, и, конечно, анастомоз, френикус, макропрепарат после бронхоангиопластической резекции. Здесь видна истинная инвазия как в устье верхнедалевого бронха, так и в ствол легочной артерии. Не грузится. В одном случае в силу сильного натяжения и невозможности выполнения циркулярного анастомоза конец-в-конец выполнена вставка перикардом, перикардиальный лоскут по передней стенке легочной артерии, аутоперикард. Это реконструкция, 3D-реконструкция пациента через 8 месяцев после операции. Резекция левого предсердия в 53 случаях этапа операции. Пневмоноктомия с резекцией левого предсердия. Только после полной мобилизации пресечения главного бронха резекцируется предсердие на аппарате. И хочу сказать, что резекцируется левое предсердие не только при опухолевой инфильтрации легочных вен, устьев легочных вен, а также при истинной инвазии стенки миокарда. Здесь введен опухолевый эмбол также в стенке резекцированного миокарда полости. Пациент обратился к нам с массивной опухолью, предполагаемая изначально якобы опухоль средостения, однако при биопсии верифицирован плоскоклеточный рак в верхней доле с инвазией в структуру средостения. Здесь можно заметить верхнее половина в опухоли и подрастание как к правому предсердию, так и к левому с инвазией верхней легочной вены. После трех циклов химиотерапии со стабилизацией, выполнена хирургическая вмешательность, мультиорганная резекция, прошение на комбинированном пенемоноктоме, с резекцией перикарда в верхней половой вены, протезированием правого и левого предсердия, бифуркации трахеи, шов на предсердиях, как правое, так и левое предсердие резекцировано аппаратным способом. Два случая у нас были резекцией обоих предсердий. Гистологически это Т4Н2, и в связи с высоким уровнем экспрессии ПДЛ пациент неадювантно спрогрессировал через 6 месяцев и получает в настоящее время лечебную иммунотерапию, на фоне которой имеется частичный регресс метастатических лимфатических узлов. Следующая группа это париетально-диафрагмальные резекции 62 пациента, летальность 6,5%. Отдаленные результаты будут представлены в ближайшее время, поскольку концентрация этих операций самая большая в последние годы. Мы хотели их объективно проследить и иметь возможность объективную выживаемость посчитать. Ускоряюсь. Рак пленкоста оперировано 13 пациентов с различными доступами и самое важное в радикальности вмешательств это двухэтапное вмешательство. Изначально задним этапом при инвазии позвонка задний этап резекция позвоночника, спондилодез на уровне пораженных позвонков и вторым этапом уже передним доступом оперируется первичный опухоль в объеме преимущественной лобэктомии с резекцией в данном случае первое ребро и два позвонка резекцированы доступом из массовока. Унифицирована тактика лечения третьей стадии. Местный распространён рака лёгко в настоящее время отсутствует. Взгляды различные, как мы уже услышали в этой аудитории. В нашем случае мы всегда стараемся провести комбинированное лечение подавляющее большинство пациентов получают комбинированную терапию. Вдохновляющими факторами для этих операций является возможность радикального лечения, устранения осложнений опухолевого процесса и возможность проведения эффективной консервативной терапии, а также оценка истинной степени распространения опухоли. Однако высокие риски осложнений, трудоёмкость и экономическая составляющая являются контраргументами. И только после серьёзных ударов различных вариантов индукционной терапии хирургическое лечение может оказаться высокоэффективным. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.